Доброго дня! Вы смотрите программу о животных на телеканале Самарагист Хочу Домой. Это программа о бездомных и бродячих животных, которые были выброшены нерадивыми владельцами или родились под открытым небом. Конечно, мы рассказываем и о домашних животных, которым посчастливилось найти свой дом и хороших владельцев. Итак, что сегодня вы увидите в программе? Это видео-визитки о собаках, которым нужен свой дом. Проще говоря, мы помогаем им найти своего владельца посредством нашей программы. Посмотрите, может кого-нибудь вы заберете к себе домой и осчастливите своей заботой и любовью. Далее, в видеосюжете постараемся показать, какие собаки агрессивные и опасные для человека, а каких можно забрать домой и жить с ними рядом бок о бок и радовать друг друга. Ну и, конечно, беседа в студии. Сегодня у нас гость Екатерина Баканова, общественный активист, блогер, правозащитник. Самое главное, она биолог, ну, по крайней мере, с биологическим образованием, окончившая Самарский государственный университет. Тема распространения стай собак по Самарской области. Что полезного для природы? Большое количество собак или, наоборот, приносит природе вред? Ну, и так, наверное, здравствуйте. Здравствуйте. Здорово, Неси. Спасибо за приглашение. Тема действительно очень важная. Ну, несколько слов о вашей работе и о вашем хобби. Правозащитника, биолога, немножко расскажите. Да, я считаю себя все-таки правозащитником, общественным активистом, поднимаю различные вопросы. Также являюсь председателем общественного совета Самарской Лука. Защищаю наш национальный парк, наш заповедник от неуемной застройки. Мы стоим на страже законности, природоохранного законодательства. И часто, к сожалению, приходится выполнять вот эти вещи, да, вот эту функцию природоохраны, да, именно общественным активистам. И очень часто в своей жизни вообще не встречаю людей, которые не являются профессиональными биологами. Я являюсь профессиональным биологом, да. Но есть очень много людей у нас, которые по зову сердца в жизни становятся профессионалами, которые изучили вдоль, вперёд, природоохранное законодательство, защиту лесов, защиту ОПТ. В том числе и защиту животных. И защиту животных, да. А вот скажите, насколько сейчас, кстати, вот в Самарской Луке вообще безопасно ходить по тропинкам, по туристическим маршрутам, ездить на велосипеде? Насколько много там можно встретить животных, скажем, диких и домашних? Так, у нас тут программа о собаках и кошках, и о животных. Хотя сейчас даже лоси и то стали выходить на дороги, в города, в сёла, и, в общем-то, уже почти скоро будут такие же ручные, как и собаки. Но вообще, если проехаться по национальному парку, да, очень часто можно встретить там таблички «Осторожный выход животных». То есть нужно ездить, если вот речь идёт примерно о машинах, да, то есть есть дороги, потому что нацпарк у нас имеет определённые особенности. В нацпарк включены населённые пункты, сёла. Вот, и, соответственно, там живут люди, есть дороги, и нужно, конечно, аккуратнее передвигаться именно на машинах. То есть есть опасность сбить животное. И очень часто такие случаи случаются. К сожалению, это бывает. Вот, животные могут выходить к населённым пунктам. Но вот из последних данных количество снизилось животных. Вот недавно было зафиксировано, пару лет назад, вспышка африканской чумы свиней. То есть очень много кабанов погибло. Сейчас популяция восстанавливается. К сожалению, вот сейчас крупных хищников нет, таких как крыси и волки. Они просто ушли из национального парка. Ну, я вот задавала вопрос сотрудникам, да, почему такое происходит. Потому что просто их вытеснил человек. Наверное, ещё и от того, что нет всё-таки кормовой базы. Кормовой базы, да. То есть другие животные присутствуют, где-то популяции меньше, где-то больше, да. Но вот крупных хищников нет. По поводу бездомных животных. А вот да, да, вот скажите, очень много мне тоже звонят и спрашивают, а вот скажите, задайте вопрос тоже людям, специалистам, а вот действительно сейчас очень много собак появилось в районе Ширяева, Зольная и так далее. Они же кочуют, они мигрируют, они же не уходят в леса. Они заходят в леса. Вот тоже из последних данных сотрудников национального парка, это оказывается, что это большая проблема. И не только для нашего национального парка, заповедника, но и для других нацпарков по стране, особо охраняемых природных территорий. Потому что стаи бездомных собак имеют свою особенность. Они, во-первых, в чем их как бы опасность, их распространение в национальных парках, да даже просто в лесах. Они что едят там, я не понимаю? Они нападают на молодняк, на косуль, на молодых лосей, то есть с целью пищи. То есть они нападают на животных, в принципе. И в чем их особенность? Они отличаются от волков. Это уже сказал сотрудник нацпарка по результатам наблюдений многолетних. То есть если волки нападают на более слабую особь, это уже известно, да, больную, слабую, как происходит такой естественный отбор, то собаки нападают на всех. То есть вот это вот действительно проблема. И, как оказалось, это проблема общероссийская, как я уже сказала. И что с этим сделать, пока решается момент. То есть потому что численность бездомных животных, в частности собак, не регулируется в лесах. То есть это еще предстоит на законодательном уровне. Вообще как бы экспертное сообщество, честно говоря, уже поднимает эти темы, на самом деле. То есть получается, дикие животные, волки, рыси ушли, да, а собаки дикие, они забиваются в стаи и занимают, можно сказать, вот этот ареал обитания. Да, особенно это, я так понимаю, наблюдается в тех особо охраняемых природных территориях, как вот у нас Самарская лука, где включены в состав населенные пункты. То есть у нас особенность как бы нашего ОПТ в том, что в составе самого нацпарка есть села, то есть живут люди. А, соответственно, где живут люди, где, соответственно, места, да, где их подкармливают, там есть и собаки. Там они плодятся, и есть момент бесконтонности. Спасибо большое. И так, да, время немножко, ну, прерыву вас на короткое время смотреть видео-визитки. Сегодня мы показываем информацию о собаках, которых пытаемся пристроить. Посмотрите, если вы не можете забрать их домой, то расскажите, по крайней мере, о них своим друзьям и знакомым. После каждой видео-визитки мы указываем номера телефона, по которому вы сможете позвонить и узнать более точную информацию. Итак, давайте посмотрим. Посмотрите, этой собаке очень нужен свой владелец. Назвали ее Фанта, а ее сестру Кола. Привезли их около двух лет назад. Сотрудники приюта надеются, что Фанту, как, впрочем, и Колу, заберут домой добрые и порядочные люди. Так же, как и своя сестра, она немножко пугливая, но стоит только найти с ней общий язык, установить контакт. Она будет замечательно относиться, очень так же добрая, ласковая собака. Спокойная также, может, чуть меньше, но все же умеет ходить на поводке. Нужно просто немножко с ней потренироваться, сделать. И было бы, конечно, замечательно, чтобы обе эти сестрички попали в какое-то замечательное место, где могли бы жить. Конечно, это проблематично, но есть люди, которые берут по две собаки себе. Самое главное у этих собак – незамеченная импульсивная и немотивированная агрессия. Заберите Фанту домой. Обращаться. 8-927-266-3565. Это собака по кличке Брэд. Месяцев семь назад его подкинули на кировский рынок продуктовым ларькам. Несколько дней скитания и поиски пропитания. Заметил щенка неравнодушный мужчина-волонтер и сумел договориться и определить щенка в приют. Сейчас Брэду около года. Он ждет своего хозяина. Сам по себе пес скорее скромный. Мы его сейчас, как он уже подрос, мы его сейчас стараемся выводить, приучать к поводку. То есть не агрессивный. То есть никогда не бросится. Сам первый агрессию никогда не проявит. Скорее скромный. Вот такой пес. Ну, вот как видите, спокойно дает и почесаться, и уже приучается, скажем так, к выгулу. Вот, то есть у нас и волонтеры его выгуливают. Он как бы людей уже узнает, что свои, и совершенно спокойно относится. Брэд очень контактный и уже через несколько минут крутился возле нас, проявляя интерес к новым людям. Обращаться. 8-927-266-35-65. Заберите Брэда домой. Всем, кто любит добрых и ласковых собак, посмотрите и передайте информацию об этой собаке своим друзьям и знакомым. Мальва, так ее зовут, очень хочет жить у своего владельца, доброго и ответственного. Собака абсолютно не агрессивная ни в коем случае. Никаких, то есть, проявлений ни агрессии, ни паники. То есть вот эта собака всегда на ручки просится, всегда играться любит, знаете, вот. То есть вот эта доброта в чистом виде. Эту добрую и классную собаку зовут Мальва, и она готова поменять свое место жительства из приюта в хорошие руки к ответственным владельцам. Обращаться 8-927-266-35-65. Вопрос, а все-таки вот нужны ли собаки и кошки в каком-то ограниченном количестве, ну, тому же самому национальному парку? Если, допустим, убрать всех кошек и убрать всех собак, то, соответственно, будут плодиться какие-то другие животные, ну, скажем, те же самые крысы. Ну, этот вопрос, мне кажется, достаточно сложный. Я не могу сразу вот так на него ответить, потому что какое-то количество, конечно, должно быть, да, то есть, но здесь момент какой? Здесь момент отсутствия контроля. Что сделать, чтобы для того, чтобы все-таки вот в населенных пунктах, а вот таких собак, бродячих именно много, вот в лесах и в пригородах, или в местах именно близко к деревням, селам, вот таким каким-то вот... Ну, не областной центр, это понятно, да, а, допустим, тот же самый Чапаевск, да, город. Я считаю, что нужно настолько подходить комплексно и серьезно вот к этому вопросу. Ну, я начала изучать эту ситуацию, наверное, ну, больше... Ну, около двух лет назад, больше года уже достаточно плотно изучаю, потому что я блогер, ко мне обращаются много людей. У меня есть, во-первых, по всей стране знакомые друзья, которые встречаются с этой ситуацией. У меня живут люди в Забайкальском крае, знакомые, да, в Оренбургской области, где как раз происходили вот эти вот случаи нападения в Хабаровском крае. То есть непосредственно вот когда, как бы, говорят, что... Хабаровский край и Оренбург – это более суровая природа, более суровые условия для жизни, на самом деле. Да, но случаи там ужасающие, на самом деле. И раньше, если я сталкивалась и зоозащитники... На самом деле, тема действительно очень острая. Я с этим столкнулась на себе. Вот, я поняла, что ее трогать – это действительно... Ты можешь нарваться на определенную агрессию даже со стороны зоозащитников. Есть такой момент. Но не трогать ее тоже, я считаю, нельзя. И я сейчас пришла на данный момент к тому, что обсуждение со всех сторон и учет мнения всех сторон, он просто, ну, необходим вот как никогда. Потому что, ну, на мой взгляд, я могу сказать, что я противник ОСВВ. То есть вот этого метода, изучив как раз статистику, изучив случай и видя, что случаи нападений не уменьшаются. И вообще историю возникновения вот этого метода ОСВВ, который приняли в 2018 году, продвинули, и оказалось, что его, собственно, и не обсуждали с широкой общественностью, с экспертной. То есть большую часть, большую роль как бы сыграли в его продвижении именно вот эта часть зоозащитников, которые продвинули, посчитали, что это самый эффективный метод. Хотя по всему миру только в двух странах Азии, это Турция и Индия, присутствует вот метод ОСВВ в чистом виде. В других странах, в Европе, ОСВВ давно уже отменен. Но вот всё-таки, несмотря на то, что всё-таки собаки есть, я разговариваю с людьми, с представителями клубов и так далее, всё-таки говорят, что за последний год, может быть, этих собак стало чуть поменьше. Они что, может быть, чувствуют и убегают, и прячутся? Или мы просто их не видим, потому что они выходят ночью? Ну, во-первых, мы и не видим, потому что очень часто собаки находят себе укрытие, то есть они не вот там как-то, возможно, кормовая база. То есть собаки присутствуют там, где есть кормовая база. Чем больше мусорок, чем больше их кормят, тем больше они как бы занимают определённую территорию. По поводу того, что меньше, я читала как и доводы защитников вот этого метода ОСВВ, так и доводы противников. Я больше всё-таки склоняюсь к тому, что здесь нужно обсуждение. Пока я вижу, к сожалению, продвижение именно вот этого метода, потому что когда у нас в Самаре произошёл вопиющий случай, я думаю, что все в курсе, в Южном городе действительно съедена была женщина. Вот. И как раз, по-моему, примерно в это же время у меня из Оренбурга пришла новость про мальчика, да? Причём это абсолютно люди, которые шли, там ребёнок вообще, да? Которые просто шли мимо стая собак. Они просто набросились, ну и вот так вот такое случилось. Просто съели заживо. Вот я начала эту тему изучать. Причём случаи учащались, то есть и как бы начала... Мне кажется, что происходит такое некое волнообразное, вот в каком-то регионе, там в Дальнем Восточном регионе, серия каких-то нападений идёт, потом где-то в Сибири где-то, да, потом в Якутии, вот. И вот так оно как-то продвигается. Может, они как-то там... Может быть, есть такой момент. Мне кажется, всё равно всё это нужно смотреть и контролировать на местах. В первую очередь. То есть я за определённый контроль. То есть если мы вводим вот эту программу СВВ, то должен быть жёсткий контроль на местах. То есть как она осуществляется? Я очень часто, даже вот в Самаре, разговаривала с людьми, которые рассказывали, вот реально, да, то есть люди звонят, говорят, стая собак бегает, мы выйти на улицу не можем. Им отвечают, что они все чипированы, они все стерилизованы, у них есть бирки, мы ничего не сделаем, мы не приедем. Очень часто сталкивалось, даже зоозащитники говорили. То есть это вот, как сказать, реальность, да, как происходит. То есть приезжает отлов, даже если бегает агрессивная собака, у нас в Самаре, вот, как оказывается, у нас очень мало, буквально один-два человека, именно специалисты, которые могут отловить вот эту агрессивную собаку, действительно, и ее, ну, как бы забрать в приют, чипировать, стерилизовать и так далее. Как правило, они с этим не связываются. То есть собаки бегают и ловят, в первую очередь, кого? То есть которые подходят и добрые, пушистые, прикормленные, ну, как бы свои дворовые собаки. Вот, то есть это вот реальность. Поэтому в связи с этим я задалась вопросом, а что у нас на самом деле происходит? И составлен было вот такое вот письмо. Вы знаете, я предлагаю сейчас все-таки прерваться и посмотреть сюжет об агрессивных собаках. Мы побывали в приютах и понаблюдали за поведением добрых и агрессивных собак. И сделали тоже кое-какие выводы по этому поводу, опять же, основываясь на мнении специалистов. И давайте посмотрим. Во многих субъектах Российской Федерации приняли законы и подзаконные акты, в которых, кроме введения уточнения с привязкой к местным условиям, ввели статью об эвтаназии животных. В некоторых регионах приняли закон, который позволяет по истечению 30 дней применять особые меры ко всем отловленным и невостребованным собакам. В Самарском регионе депутаты приняли закон с существенными ограничениями по данному пункту и сошлись применять эвтаназию к особо агрессивным животным. И здесь, в сообществе злозащитников и людей, которым не безразлична судьба бродячих собак, возник вопрос, а кто будет оценивать агрессивных животных и вообще, как они выглядят. Итак, мы постараемся показать и сравнить два типа – агрессивные и неагрессивные собаки. В этом приюте около 200 собак. Одних стараются пристроить, другим везет меньше, и они долго ждут своего счастья обрести дом, а порой и вообще доживают свой век в стенах приюта. И, кстати, никуда и не стараются отсюда убежать. И здесь же можно увидеть, какая собака добрая и безопасна для контакта, и которой руки в вольер лучше не протягивать. Итак, с такой собакой можно договориться, взять ее домой, привить ей навыки хорошего поведения и радовать друг друга. А вот с этими навряд ли удастся подружиться. Даже сами сотрудники приюта стараются держаться от таких особей подальше. И это генетика, и спорить с ней довольно сложно. Можно, конечно, постараться и потратить время на коррекцию поведения, но на это уйдет не один месяц занятий, и эти меры лишь частично уменьшат агрессию. Но все равно, как показывает практика и время, эта агрессия рано или поздно выльется против людей. Такова природа, и никакой зоопсихолог здесь не поможет. Только дрессировка и выработка у собаки рефлекса хорошего и безоговорочного послушания дает какую-то надежду агрессивным собакам. Но она проходит на основе исторически сложенных в мировой практике приемов дрессировки, так называемого в народе «кнута и пряника». И как бы зооволонтеры не кричали против этих методов, реальность такова. Если хотите спасти жизнь собаки, то сначала придется применить. Образно говоря, кнут, потом немного ласки, и уж потом хорошее лакомство. Только кто это будет делать? Желающих единицы на сто человек. Большая ошибка собаководов – примерять на себе тулупчик ощущений собаки, психологических и физических. При этом зоозащитники часто на основе своего эмоционального возбуждения проявляют свою неграмотность и не понимают, что ощущения у собак совершенно иные, начиная от высокого болевого порога, заканчивая мышлением с IQ намного ниже, чем у человека. Специалисты-кинологи и биологи говорят, не нужно думать за животных. Они могут попить из лужи, съесть то, от чего человеку станет плохо, жить там, где человек не сможет жить, да и вообще погибнет. Лишь единицы агрессивных от природы собак способны в результате занятий и дрессировок стать настоящим другом человеку. Все остальные хвостатые, живущие отдельно от человека, существуют только по своим правилам, согласно своей природной генетике, которая позволяет, не задумываясь, растерзать человека даже на его территории. Вот так, как бы вы сейчас видели, да, что есть действительно, что вот они, понятно, что есть агрессивные животные, это я, и да, и есть добрые животные, но это я о чем? Опять же, все эти недавних событий, то, что у нас губернская дума приняла закон, закон в конце апреля, и он был подписан губернатором, о том, что все-таки мы можем применять ограниченную эвтаназию к особо агрессивным собакам. Все-таки. Может быть, я вот лично, да, тоже против, что это повсеместные, всех собак, так сказать, под одну гребенку, да, но все-таки, а вот агрессивные собаки, действительно, вот они, пожалуйста, их же видно. И тем самым мы можем освободить место для собак, которые нуждаются действительно в помощи или которые, ну, чуть-чуть поагрессивнее, чем их сородичь. То есть действительно, как вы сказали, не ловить добрых собак, а ловить агрессивных. Когда я, вот говорю, когда я начала эту тему изучать, я была, для меня это было вообще, то есть тема незнакомая, я сразу как бы, да, ну, как это так вообще, эвтаназия, как мы можем лишить жизни животное, да, это живое существо. Когда я начала тему глубже вникать, я все-таки поняла, я для себя приняла определенное решение. Кому-то оно не нравится, да, но это мое личное решение, я, как бы, да, я поэтому стала на сторону противников вот этого метода ОСВВ, выпуска обратно в среду обитания, потому что это не просто среда обитания, это социальная сфера, это социум, где мы живем, это город, где ходят наши дети. И вот этот момент я очень от многих слышала, зоозащитников вот той стороны, да, что это сам ребенок виноват, что его укусили, загрызли и так далее. Но очень многие специалисты, биологи, и даже биолог, зоолог из московского зоопарка, очень интересные, вот статью тоже я встретила, она говорит, что очень много вообще вот, то есть она безгранична вот это вот, и не до конца исследуемая, вот эта вот неконтролируемая агрессия, немотивируемая. Ну, на самом деле, как-то тоже, я вот разговаривал со специалистом, известным кинологом из Нижнего Новгорода, она говорит, что на самом деле агрессия бывает мотивированная. Допустим, она защищает свою территорию, она защищает свою миску, она защищает свою еду. А немотивированная агрессия, это агрессия, которая основывается уже на фоне какой-то внутренней болезни. Согласна. По поводу, кстати, агрессии, вот тоже сторонники УСВВ, на что они говорят, да, что собаки стерилизованные, они менее агрессивные. Да, но уходит один только пункт агрессии, то есть мотив один только уходит, защита потомства. Но остается пункт защиты территории своей. И собаке не объясни, что она бездомная, что у нее нет территории. Там, где ее кормят, там, где у нее есть своя какая-то, это постоянная еда, она уже считает своим домом. И человек, который проходит мимо, он уже потенциально представляет определенную опасность. И самый вот тоже момент интересный я нашла, что именно дети самое страшное существо для собаки. Потому что у детей, вот это мнение зоолога, что у детей, дети, во-первых, у них неконтролируемые какие-то могут быть жесты, движения. То есть именно они представляют большую. Ну, они даже, насколько мы знаем, что дети кричат, визжат, и они тем самым очень сильно раздражают слуховой аппарат и мозг собаки, животного. Да, ну вот хочу прямо рассказать про свое письмо. И мы подали письмо губернатору Самарской области, на тот момент Азарову, и в департамент городского хозяйства и экологии Самары. Вопросов было много. Нас интересовало, такие вопросы интересовали, что предоставить сведения о численности бродячих собак в регионе, статистику нападений за 21-23 года мы подавали в конце 23-го года, в октябре. И отдельно по каждой группе. План мероприятий по надзору, уменьшению численности бродячих собак. Кто ответственен, то есть фамилии лиц, кто ответственен, как бы с кого спрашивать, да? И информацию, сколько было потрачено средств из федерального бюджета. Нам ответили не совсем. Я не совсем удовлетворена, честно говоря, этим ответом, потому что я так понимаю, что здесь тоже настолько все несовершенно, то есть даже статистика нападений отдельно не ведется по каждой группе бродячих и домашних. То есть нам сказали, что статистика уменьшилась, но количество нам не ответили. То есть, честно говоря, ответом не удовлетворилось. Ну, то, что статистика уменьшилась, это я, наверное, то же самое, так как обзваниваю людей и спрашиваю, то в основном люди говорят, да, что меньше стало собак, которые именно безнадзорные, именно такие бродячие, которые кусаются, да, но больше все-таки уходят на покусы домашних собак, домашними собаками. Ну, здесь же еще момент вот этот, да, когда бесконтрольный самовыгул. То есть это тоже уже поднимается, я думаю, сейчас этот вопрос. Я не знаю, вообще, в принципе, вот бесконтрольный самовыгул, ну, это тогда уже хозяину, в общем-то, собакой и не нужна, получается, потому что если он собаку выпустил, и все, иди гуляй, там, как на гуляюще придет. Вот с такими людьми больше надо тоже работать. Вот я вспоминаю ситуацию, я не знаю, может быть, я начиталась, конечно, и негативных вот этих моментов, потому что действительно они встречаются от них никуда, не деться. Момент в Сочи, по-моему, был, когда девочка, мальчик, ребенок, да, попал на территорию, где были вот овчарки, да, к сожалению, все закончилось очень плохо. То есть там тоже был какой-то бесконтрольный, то есть собак выпустили, да, вот там они не в будках были, а вот просто гуляли. Вот я для себя, я говорю еще раз, приняла определенный момент. Что для меня важнее? Для меня важнее жизнь человека или жизнь животного, да? Для меня же важнее жизнь человека. Если вот этот момент присутствует, если есть угроза, а угроза действительно, ну, на мой взгляд, когда стаи есть в городе, и они, ну, на самом деле, контроля определенного над стаями нет, то я, конечно, на стороне защиты жизни людей. Но этот вопрос нужно, ну, всесторонне обсуждать. Спасибо, спасибо большое. Итак, наша программа завершается. Если у вас есть тема, о которой вы хотите рассказать, конечно, по главной теме собаки и кошки, звоните нам по телефону 8-927-686-0790, а мы напоминаем вам, делайте замечания людям, которые безответственно относятся к животным, и пресекайте жестокое отношение к животным. До свидания. Мирного неба над головой.